В стране продолжается осенний призыв на срочную военную службу и в резерве. В октябре-ноябре пополнят вооруженные силы Беларуси порядка 10 тысяч человек. Все проходит согласно законодательству без изменений. Сегодня в Бобруйске отправились в войска около 20 парней. В республике стартовали диалоговые площадки по обсуждению проекта закона о Всебелорусском Народном собрании. Задача экспертов – объяснить юридические тонкости документа и ответить на вопросы беларусов. В этом году ВНС приобрело конституционный статус. Теперь предстоит встроить его в государственную власть. Общественные дискуссии продлятся до 2 ноября. В Беларуси стоимость лекарств будет падать при снижении курсов валют. Соответствующий указ подписал президент. Документ позволит усовершенствовать ценовую политику на рынке медицинских товаров и сохранить ассортимент востребованных препаратов в стране. Обеспечит их доступность для населения и организации здравоохранения. Новая редакция ПДД вступает в силу. Изменения коснутся всех участников дорожного движения. Например, теперь автомобилистам не понадобится возить с собой документы о прохождении техосмотра и страховку. Инспектор сможет проверить информацию по электронной базе. Более 3000 белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Активнее всего работники старше 40. Отчислять в страховую компанию Стравита можно от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3% делает работодатель.